Ну, одни кровь сдают, а другие кровь пьют. И раннее начало весны повлекло за собой раннее начало клещевого энцефалита. Насекомые активизировались, говорят Роспотребнадзори, и приводят в пример заповедник Столбы. Наш корреспондент Юлия Белевич рискованно отправилась на Столбы, для того, чтобы узнать у туристов, которые там с утра уже ходят. Мы можем уже наблюдать эту картину. Юля, что говорят туристы? Встречались ли они уже с клещами? Там машина, Артем. Да, ребят, доброе утро. Во-первых, хочу поздравить вас с первым дождем весенним. Вот сегодня как раз случился. Так, сейчас мы немножечко отойдем. У нас машины ездят. Вот, мы находимся на Столбах, действительно. Приехали мы сюда, наверное, проверить клещевую обстановку. Действительно, специалисты Роспотребнадзора предупредили, что в этом году сезон клещей начнется немножечко раньше, потому что и зима была не особо суровой, да и весна ранее. Вот, и поговаривают уже знатные туристы, что на Столбах клещи уже проснулись. Так, может быть, уже стоит быть более внимательным, да, чтобы не попасть вот в такую ловушку. Мы приехали на Столбы, здесь пока не сильно людно, но все же туристы уже собрались и встретили вот бывалую туристскую Елизавету Львовну. Елизавета Львовна, ну вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что каждый выходной ходите на Столбы? Каждую субботу. Каждую субботу. Ну вот по вашему опыту, как считаете, уже стоит нам клещей опасаться? Стоит, потому что мы вот ходили постоянно вот с Базаихи там, и там уже было много травы вот этой вот, сухой как бы, да, в прошлый раз, потому что на Солнцепёке там все растаяло уже. А они как раз любят такие места. Поэтому мы решили на сей раз идти по культурным столбам, вот по этим, по центральным, как говорится, по дороге, там наверх поднимемся, посмотрим, как дальше будет. Если некоторые с палками, мы сегодня решили, что мы без палок пойдём. А вообще надо, конечно, опасаться их. Мы постараемся не сходить с тропы на солнце. Нет, сегодня я не знаю, как сегодня, может быть, и не будет клещей этих. Ну, кто их знает. Они же плюс любят, а плюс уже есть. Елизавета Львовна, а вот как правильно одеваться? Вот вы сегодня правильно одеты? Я неправильно одета. Почему? Потому что у меня нет высоких сапог, надо желательно. И надо, чтобы светлая одежда была. Но я не постараюсь не ходить никуда, клещи могут попасть. Поэтому я, это, ну там в доме, там, может быть, разденемся. Надо, чтобы специальная одежда была, желательно. Если нет специальной одежды, значит, надо брызгалку эту от клещей. Побрызгали, они не любят такие острые запахи клещей. Вот. Ну, насколько я знаю. Ну, так вообще, вроде на нас не садили с клещей. Мы стараемся не ходить по таким местам. То есть вы аккуратны в этом плане. А вот подскажите, может быть, стараетесь еще вот в самый сезон, говорят, что с мая по июль, да, вот лучше всего, например, столбы или лес не посещать. Вот вы как? Минуточку. Вот мы, у нас здесь все дачники, кроме одной дамы. И мы уже скоро вообще прекратим на столбы. У нас будут другие занятия. Поэтому для нас это не актуально, как говорится. Что мы вообще всю зиму ходим с октября, ну, как начинается на занятия. С сентября мы ходим. И по апрель, как мы сможем, вот, чтобы не это, на клещей не попасть. А вообще часто ловили клещей-то? Вот вы как столбистка, как туристка? Было. Когда это было? Это было, наверное, в прошлом году. Мы через Бобровый лог поднялись, спустились, хотели... Да, куда мы хотели там идти-то? На Беркут. На Беркут, на Малый. Мы начали подниматься, блин, сели там, сели вот так вот, и на нас клещи прямо вот. Лида там вообще брала и просто мы даже сжигали их тут же. То есть много было, да? Очень было много клещей, именно на сухом месте мы сели, на санцепёке. Так что это... Ну, это было в прошлом году, наверное, а может, позапрошлый. Мы стараемся не ходить. Да, следуйте советам бывалых столбистов, бывалых туристов, действительно, обращайте внимание на температурный прогноз, да? Сейчас уже тепло, уже оттепель началась, уже даже закончилась. Снег практически растает, хотя на столбах нам в администрации сказали, что у них пока клещей нет, пока ходить можно, что снег еще не растаял, вот, поэтому туристам можно пока не опасаться. Но вот с мая начинается сезон, поэтому запасайтесь специальной одеждой, запасайтесь специальными средствами, потому что в прошлом году случаев клещевого клещевого цивилизма было достаточно много, и с каждым годом, к сожалению, клещей на территории нашего края становится все больше и больше, поэтому, ну, здоровья в ваших руках, так что весна хорошо пришла, но вот клещи, к сожалению, тоже приходят, поэтому обходите стороной, будьте аккуратны, студия. Спасибо большое, Юля. Да, у всего их свои плюсы и минусы. На столбы пока ходим, как рассказала нам наша корреспондент, но все-таки будем внимательны и осторожны.